всем привет друзья раньше очень часто встречались отключители массы сейчас это редко конечно но опять же за границей с тех же европейских стран очень часто приходят автомобили которые оборудованы отключителем массы то есть для безопасности его устанавливают для того чтобы в ночное время или на стоянке или в гараже чтобы случайно не произошло замыкание я понимаю что есть предохранители конечно которые помогают это избежать но тем не менее это не дает стопроцентный результат стопроцентный результат дает именно отключитель массы но с отключитель массы сразу возникает целая куча всевозможных проблем особенно касается это электроники то есть у вас допустим если электропривод стекол, либо у вас магнитофон, который после того, как вы отключаете массу, сбрасывает парами. И приходится заново это все переустанавливать. Для того, чтобы избежать этих неудобств, если уж вы решили поставить отключитель массы, достаточно параллельно с отключителем массы поставить либо обычный бытовой автомат, к примеру, на 5 А, либо поставить предохранитель на 5-10 А. Главное потом, если вы предохранитель поставите, запаситесь предохранителем, потому что часто будет такое, что поначалу вы будете забывать включить массу, но после того, как вы включите замок зажигания, у вас засветится приборная панель, потом вы начнете заводить, и у вас, соответственно, сразу перегорит предохранитель. Это если предохранитель будет стоять. А если у вас будет стоять 5 А обычный автомат, как только вы включите на стартер, то есть заводить машину, у вас моментально его выбит. Я бы, конечно, рекомендовал лучше предохранитель использовать, но на крайний случай можно, конечно, и автомат. Все очень просто, и ваш автомобиль будет защищен, по крайней мере, в ночное время на стоянке или в гараже. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока.